Всем привет, друзья! Меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube-канале QG.ru. Это Xiaomi Mi 8. Лично я ждал от флагмана от Xiaomi многого. Были слухи, ходили постоянно, что сканер сделают, вроде как первый телефон со сканером прямо вот в лицевой панели. Но многие фишки, многие вкусности достались старшему брату с объемом памяти 256 гигабайт на борту. Там же полноценная разблокировка лица с помощью датчика. Здесь оптический сканер. То есть, мое удивление, когда я познакомился с этим телефоном, и, откровенно говоря, некое разочарование было велико. Я расскажу вам все подробно о Mi 8. И, безусловно, здесь отличный экран. Безусловно, здесь Qualcomm Snapdragon 845. Как ни странно, батарея держит очень даже достойно. Шикарный Super AMOLED дисплей. Свои плюсы есть, но заимствование Apple, и не только в моноброви, а вообще во многом, и камеры, и, конечно, отсутствие своих идей, это меня разочаровало, откровенно говоря. К тому же, продается замечательный, вот я его не поленился, с собой взял Xiaomi Mi Mix 2S. Пожалуйста, не путайте с обычным Mi Mix 2. Здесь такая же замечательная камера, как и в Mi 8. В Mi 8 отличнейшие камеры. И там есть беспроводная зарядка, здесь ее даже нет. Ну, давайте по порядку, поехали. Первое, что нужно знать о новом флагмане от Xiaomi, это то, что он действительно очень сильно напоминает iPhone. Задняя крышка у него стеклянная, спереди защищенное стекло Gorilla Glass 5, вырез, монобровь. Притом, она практически везде скрывается. Не скрывается она только в меню, когда мы находимся в меню, допустим, приложений где-то. Не скрывается, когда мы смотрим фото, а когда смотрим видео, то она полноценная, ее и не видно, в принципе. Ну, опять же, опять же, опять же, далеко не все люди приняли монобровь, и Xiaomi об этом знает. Тот же браузер Chrome, например, открываем, моноброви здесь также нет. То есть она есть, но как будто ее и нету. Вот такие дела. Важно понимать, что смартфон металлическая рама, алюминий 7000 серии, то есть окантовка вся из металла, алюминия в данном случае. Сзади сканер отпечатка пальцев. Еще раз отмечу, что все фишки и сканер, я пока не видел еще ту версию, там будет, вроде как, будет точно уже сканер прямо от лицевой панели. Прямо на экране. Здесь же сканер на спинке. Камеры, смотрели, стирать, не так сильно и выступают. Например, на том же Mi 6X, там камера вообще выступает миллиметров на 3, на 4. Здесь хотя бы меньше. Динамик, как ни странно, здесь только один, здесь почему-то нет стереозвука. Звука, Xiaomi, ты что творишь, я понять не могу, откровенно говоря. Как во флагман не поставить стереозвук, так же, как и не поставить сюда влагозащиту? Моей полноценной влагозащиты в моей голове это не укладывается. Не понимаю. Ну да ладно. Кнопки стандартные, все, кнопка включения, кнопки громкости, справа, слева, лоточек на 2 нано-сим-карты, как памяти не поддерживается. Либо 64 память, либо 128, либо 256. Притом отмечу, что везде по 6 гигабайт оперативной памяти, что я считаю очень даже хорошо. В этом плане они молодцы. Экран по технологии Super AMOLED. 6,2 дюйма, если быть точным, 6,21 и Full HD Plus разрешение. С одной стороны, правильно, что они не стали сюда лепить какое-то супер, там, более высокое разрешение. Этого достаточно. Чуть более 400 пикселей на дюйм вполне комфортно. Экран, безусловно, сильное звено этого телефона. Хорошая матрица Super AMOLED. Цветопередача черный цвет, космический, как и на всех Super AMOLED современных дисплеях. Белый тоже неплохой. Бывает, ну, раньше эту проблему давно решили на Super AMOLED дисплеях. И, по большому счету, человеку отдать в руки, и даже я бы, наверное, не понял, Super AMOLED здесь или IPS. Единственное, белый, если лоб-лоб сравнить, конечно, с IPS матрицей, белый там чуть более белее. Здесь черный, прям такой глубокий, приятный, и оттенков много. В любом случае, IPS и Super AMOLED практически сейчас равны. Единственное, в чем по-настоящему хороший Super AMOLED дисплей, это в том, что автономность здорово возрастает. Но о ней мы сейчас и поговорим. На самом деле, автономность, с одной стороны, меня очень порадовала, а с другой, ну, конечно, не разочаровала, но я ждал большего. Итак, батарейка 3400 мАч. Для такой большой диагонали, для мощного Qualcomm Snapdragon 845 это не так и много. Но, видео прокрутил, вот тут вот ожидал большего реально. На максимальной яркости всего лишь около 10 часов. Да, вы удивитесь, скажете, куда, это же много. Но, сопоставимые IPS-экраны от других производителей, сопоставимые AMOLED-экраны от других производителей с похожими батареями тянут легко там и 12, и 13, и 14, плюс-минус. Здесь только 10 с небольшим. В любом случае, я, конечно, не ленюсь, всегда ставлю сюда свою сим-карту, хожу с телефоном пользоваться. Мне показалось, что Xiaomi как-то прям вот совсем хорошо все сделали. И с такой батареей телефон совершенно точно даже при нагрузках проживет до вечера полного. Не разрядится ни к пяти, ни к шести часам. У меня такое четкое мнение сложилось. Притом, я отмечу, что MIUI 10 пока еще не прилетела, когда снимаем этот обзор. На данный момент Android 8.1 и глобалка MIUI 9.5 стабильная, разумеется. Поэтому автономность, наверное, все равно поставлю в плюс этому аппарату. Вот сейчас поговорим опять о хорошем, о камерах. Они здесь высочайшего качества. Что фронтальная, что основная. С камерами все просто. Две камеры по 12 Мп, есть оптический зум, разумеется, есть оптическая стабилизация и аж 20 Мп фронтальная камера. Качество фотографий и качество видео, которое смартфон пишет 4К, восхитительное. Однозначно один из лучших на рынке смартфонов. Если вы ищете именно камерафон, Xiaomi очень сильно подняли качество в своих аппаратах. Также точно у меня чувство, что Xiaomi Mi Mix 2S, именно S на конце снимает, в принципе так же. Может быть мы столкнем их лбами, будет очень интересно. Так вот, то есть по качеству фото и видеосъемки это настоящий флагман. Реально очень качественно. Мне очень сильно понравилось. И если вы ищете камерафон, Mi 8 будет вам отличным смартфоном. Производительность. Тут очень коротко, потому что рассказывать особо нечего. Под 300 тысяч палов виртуальных, в данном случае у нас с первого прогона 269, 270 тысяч очков в Antutu Benchmark. Это Qualcomm Snapdragon 845, это очень мощный процессор. Разумеется, без проблем разгрузит любую тяжелую игру. Я уж молчу, о танках пойдут на максимальных, разумеется. PUBG Mobile, насколько доступны максимальные настройки, настолько вы их и поставите. И любые другие игрушки, смартфон не споткнется. Самое главное еще и не греется, что приятно. И будете чувствовать себя замечательно. Но если даже вы не играете в телефоне, все равно знаете, обладать телефоном с мощнейшим на данный... Ну, а с одним из мощнейших процессоров на рынке, это всегда хорошо. Он не устареет еще несколько лет. Как я уже и упоминал, смартфон не оборудован, к сожалению, стереодинамиками. Мне они нужны. Ну, увы. Я не знаю, почему они так сделали. Динамик только один. Динамик обычный. И не могу сказать, что он как-то меня удивил, что ждал от флагмана. Может быть, он супер громкий будет. Нет, обычный, добротный, хороший динамик. Качество звучания в наушниках через переходник Type-C, так как, ну, к сожалению, 3,5 мм они разъем здесь не сделали, мне показалось добротным и хорошим. Более добавить ничего не могу. По Bluetooth, если слушаете, то качеством также будете довольны. В комплекте идет переходник. В комплекте идет силиконовый бампер, точно такой же, как на Mi 6, например, шел. Или на других смартфонах компании. И он практически вот этот выступ скрывает. Но мне кажется, такой красивый телефон прятать под такой простой бампер не очень-то и хочется. И отмечу телефон средней скользкости. Обычно стеклянные телефоны бывают совсем из рук выпрыгивают. Этот же еще более-менее ничего. Выпускается в разных цветах. Все расцветки и цены, разумеется, можете посмотреть по ссылке под этим видео в нашем интернет-магазине Q.ru. Переходите, смотрите, если телефон понравился, покупайте. Но я бы, конечно, очень крепко подумал и посмотрел бы в сторону Mi Mix 2S, который также продается. Он даже дешевле. Потому что, если сравнивать их лоб-лоб, то тут у Xiaomi очень много заимствованных от Apple. В iPhone хотя бы рамочки здесь очень тоненькие. Здесь места полно. Mi Mix 2 здесь расположена фронтальная камера. Понятно, что кому-то она неудобна, но все-таки. В этом вырезе спрятана инфракрасная разблокировка лица, собственно, камера фронтальная и датчик приближения. Все. Легко можно было бы сделать, ну, не заимствовать так откровенно. И почему я вначале сказал, что телефон даже разочаровал? Ну, копию iPhone X, а при том Xiaomi же может. Mi Mix 2, этот телефон, который там кучу премий за границей получил. Его в музей техники даже там в Европе поставили, как уникальный дизайн смартфонов. Могут же, но не хотят. То ли ленятся, то ли думают, что люди так сильно фанатеют от Apple, что вот готовы брать все похожее. Я не знаю, у меня нет ответа. Опять же, разъема для наушников нет. Ладно, очень противоречивый получился смартфон, подводим его однозначные плюсы. Вроде как все хорошо. Еще раз отмечу, очень качественный дисплей. Хорошее время работы от батареи. Высшего качества камеры, как фронтальная, так и основные. Отличное, замечательное качество видео, особенно в 4K. По большому счету, все хорошо. Qualcomm Snapdragon, Dracom 845. Класс. Но, опять же, разъема для наушников нет, к этому мы уже начали привыкать. Ладно. Monobrack к ней тоже начали привыкать. Ладно. Но, где стереодинамики? Где водозащита? Где даже беспроводная зарядка, чего я понять не могу. На Mi Mix 2, а на Mi Mix 2S есть? Здесь нет. Вот такой получился, на мой взгляд, противоречивый смартфон. Напишите свой короткий отзыв, купили бы вы с собой себе такой телефон. Потому что цены, вроде как, даже и на старте продаж, напомню, цены смотрите по ссылке под этим видео, они не столь кусачие за 845, Dracom. В любом случае, посмотрите, если вы хотите Xiaomi, хотите флагман от Xiaomi на 845 Mi Mix 2S. Ссылки на него мы также положим под это видео. И вот его, мне кажется, можно брать смело, если вас не пугает отсутствие разъема для наушников. На этом у нас все. Как всегда, желаю, будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. Подписывайтесь на канал QG.ru. Всегда много интересного и всегда много обзоров на новые смартфоны. А если кто-то хочет покупать телефоны, выбор здесь достаточно большой. Есть точки самовывоза во многих городах. Поэтому переходите по ссылкам, ознакомьтесь с ценами. Счастливо!